Последнюю уже собираем на оставшихся кустах соцветиями. Обратим внимание, вот эта листва, она уже свое отработала, потому что эти соцветия, она обеспечила всем необходимым сахарами и углеводами, полученные по результате фотосинтеза. Далее, вот, видите, молоденькая листва пробивается, это уже рожки, в которые будут закладываться новые цветочные почки на следующий год. Поэтому нам нужно освободить их, дать им доступ к солнцу, дать им место для роста, поэтому мы должны эту старую отработанную листву, она, видите, уже вся показывает своим видом. Я уже свою отработала. Здравствуйте, наши дорогие друзья и гости нашего канала. Микрофон здесь, все готово, можем начинать. Листочек у меня в руке, чуть не впервые, очень много вопросов. Тема наша сегодняшняя очень важная, очень интересная. Микрофон здесь, все готово, можем начинать. Итак, обрезать листву после плодоношения или не обрезать. Здесь нужно знать один важный факт. Листва клубники и ее функция 60-70 дней. Она дана для того, чтобы в результате фотосинтеза появлялись органические вещества, сахара и прочие углеводы. И в них синтезировался весь объем питания, который поступает ко мне и распределялся дальше по ягодам, когда те будут созревать. Так вот, эта листва с окончания плодоношения свою главную функцию распределения сахаров и других полезных, нужных углеводов она выполнила. На ней ничего, кроме патогенной флоры, уже не образуется. Поэтому эту листву нужно удалять. Нужно удалять еще с одной цели. Новые рожки, которые закладываются сейчас, это уже на урожай следующего года, они начинают прорастать своим листовым аппаратом. Идут молоденькие листья. Они спрятаны в гуще вот этой большой листва. Им надо дать дорогу. Им нужна такая же порция солнца, которую получала вот эта старая листва. Поэтому эту старую листву удаляем. Удаляем аккуратно, как я показывал в предыдущих видео. Сохраняем молоденькую новую листву. Как быстро это надо делать? Делать сразу же. Вот собрали последнюю ягоду. Смело приступаем к обрезке. Почему? Здесь самый главный аспект. А для того, чтобы вот эта вся патогена флора, которая уже накопилась на этих листьях, потом на опавших листьях, которые частично всегда падают и перегнивают, там уже заселение произошло. Насекомых, там уже личинки, там уже грибковых. Там полно всего. Кладезь всего того, про чего мы все так любим бороться. И не знаем, как ее победить. Так вот, чтобы эта не перекочевала, не успела перекочевать на молодую, закладывающуюся только листву, нужно обязательно вырезать и удалять с грядки. Целиком. Процервить буквально пальчиками. Вот каждый, каждый листочек удалять. Это обязательно мы должны сделать. Вот это первый пункт. Удаление листвы с одновременной чисткой кустов. Чистка кустов подразумевает в себя еще и осмотр корневищ. Куст во время роста его выпирает, он возвышается. Почему мы потом проводим окучивание? Именно для того, чтобы сердечко слишком не выглядывало из земли. А то рожки будут подсыхать. А и куст может даже не перезимовать ваш. Поэтому его обязательно окучивают, но не погружая сердечко в букву зимы. Так вот, куст выпирает, и хорошо видно становятся те части, которые стали подвержены гниению. Они просто отсыхают. Но вот эти части нужно обязательно вырезать. Вплоть до того, что я рекомендую. Но я чуть позже покажу, потому что очень трудно объяснить на пальце процесс. У нас неделю через две заканчивается процесс плодоношения, и я буду показывать отдельный фильм с ним, как делить старые кусты. А сейчас мы говорим об уборке. Поэтому, когда вы видите куст, в котором уже наметились процессы гниения корневой системы, этот куст нужно будет доставать. Доставать эту часть. Очень легко выламывается, делится. Это отделить обязательно, потому что вот эта часть, гниющий рожок со старой корневой системой, это, извините, вертеп. Публичный дом для насекомых, для вредителей всех типов, всех мастей. Они очень любят жить. Муравьи там посерятся сразу же. Гнилой корневищ, оно рыхлое. В нем хорошо, в нем сухо. И вот тебе питание вокруг. Шикарное место. Поэтому, вот этот вертеп вы должны удалить. Оставлять только в кусту молодые, молодые части корней. Как это делать еще раз? Я покажу недели через две, когда я буду разбирать наши старые кусты для деления. Рыхлить или не рыхлить? Очень многие пишут. У меня тяжелый грунт. Какие там удобрения, какой там навоз. Как я могу не рыхлить, если она там как камень становится. Да смеху подобно. Вам, позорка, хозяйке или хозяину, что вы такой грунт употребляете для огорода. У вас травы немеряно. Я не беру юг, крайний юг, хотя и там этот вопрос решается легко. Возьмите косу. Выйдите за околицу, видите, на опушку леса. По деревне пройдите по каналам. У соседей подшерстите. Травы всегда можно найти вдоволь. Делайте мульчу, укрывайте ее. Землю вот эту вашу. Внесите. Если не будет внесено там растительность сверху, не закапывать. Закапывать без проблем. Закапывать нужно навоз. А вот эту вот мульчу надо сверху брать. Не солому. Солома имеет очень долгий период перегнивания. И в ней с успехом зимует и мышь. На большие плантации, у кого там 20-30 тысяч кустов, да, пожалуйста. Но опять же, на этих плантациях они предпочитают укрывать полиэтиленовую пленку, либо черным спонбондом. Категорически, категорически не рекомендую этого делать. Это китайский способ, я его называю. Вы убиваете землю. Под черной пленкой гибнет вся почвенная микрофлора. Все гибнет. Там не остается полезных микроорганизмов. Земля будет просто бесплодной черной глиной. Вот что вы делаете. Три года и все, земли не стало там. Там ничего больше не вырастет. Да, вы отсюда съедете, кому-то эту землю сдадите, кто берет в аренду обычно для этих целей. Я вот смотрю много. ЛПХ-то, 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 ну, лично подсобное хозяйство. Берут в аренду эти куски и накрывают черной пленкой. А будь что будет. Категорически нельзя этого делать. Просто выставлять по себе бесплодную почву. Вот как китайцы делают. Такие еще и травят ее такими тяжелыми пестицидами, чтобы сорняки не росли. И это все остается там на десятилетия в почве. Это китайский метод. Поэтому я призываю, лучше солому берите, укрывайте соломой, большие площади, травой. Не будет расти никакой сорняк. Главная функция, почему не укрывает, чтобы сорняк не росли, влага не испарялась. Вот вам, пожалуйста, солома даже даст. Но лучше всего сена, конечно. Сена еще оздоровит и сделает более рыхлой вашу любую почву. И разлагаясь, оно пополнит состав гумусного слоя, увеличит его, ну и так далее. А если еще сверху привозить дробленный лесной материал, лесной подстил, ну вот ветки любые, там приезжайте в сады, если это на юге, или в леса, если где-то в нашей полосе, и севернее. Всегда есть павшие деревья, молодые, там буря выкорченные. Да и так просто пообязайте, поможете лесу завученные снизу листья, ветки. Измельчите все это и покрывайте этим всем. У вас земля, а, будет всегда плодороднее не восстановиться, никогда не будет места сорнякам, и влага будет там накапливаться, никогда не будет испарений. И с поливом никаких проблем не будет, не надо будет мучиться с этими капельками. Вот такой совет по поводу таких, так называемых, тяжелых грунтов. Тяжелый грунт – это приговор вашему труду. Вы просто сами себе оценку выставили. У меня тяжелый грунт. Но тяжелый грунт – это вы его таким приняли в оборот. Если у вас тяжелый грунт, сначала сделайте его плодородным, рыхлым, и тогда сажайте. Как это сделать? Очень много способов. В том же месте, как делаю я. Тоже здесь вот я приобрел участок, одна глина была, суглинки. Накопил компоста. В течение двух лет у меня грядки наполнились. И сейчас там рыхлая земля. Я творческую туда добавлял. Кто-то скажет, ну что же вот там 40 квадрат метров грядок. Да я хоть 400 сделаю. То же самое. Проблем никаких нет, абсолютно. Насчет обрезки мне вопрос задавали в районе Сочи, Ставрополь. Жуткая жара, там 30 плюс, постоянно под 40, в тени причем. Что делать? Да, обрезка при таких температурах не рекомендуется. Но еще более не рекомендуется. Обрезку не проводить вовремя. Не провели вовремя, вы уже заразили кусты всем тем, что там, что вы не убрали, не протравили. Поэтому обрезку нужно совершать даже при такой температуре. Другой вопрос. Масса материалов, как и эту проблему решить. Притеняйте, затеняйте. Есть специальные затеняющие ткани. Они проветриваемые, ничего там гореть не будет. Можете идти раздуги поставить. Натянуть любую площадь. Ткань дешевая, просто дешевая. У меня пенсионерам под силу купить ее было. Затеняйте. И все будет хорошо. Не температура страшна. Не температура, запомните, а радиация солнечная. Поэтому затеняйте, и все будет хорошо с вашей клубникой. Но самое главное, обрезайте ее вовремя. Полив после обрезки, если иметь в виду, что июль и август это самые жаркие месяца, но это вообще, скажу вам, одна из самой главной функций. Потому что если недостаточно вы поливаете, листовый аппарат не сформируется, корневая не сформируется, а куст у вас обречен. Даже если он и перезимует, то на нем ничего не отложится. Влага очень нужна. Поэтому не думайте, что собрали клубнику, на ягоду собрали, и на клубнику можно махнуть рукой. Нет, нет, нет. Все продолжается. Вы обрезали, вы подкормили, вы потравили. Обязательно поливаем. Во-первых, перед удобрением надо будет полить. Поливаем, поливаем, поливаем. Как мы частоту полива определяем? Да очень просто. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, чтобы эта частота свелась к минимуму, укрывайте мульчей. Лучше всего сеном. Косите. Я уже показывал в своем видео, как я делаю себе сено. Расстелили. В течение двух дней поворошили. И этот подвяленный сено кладете на грядку. Слой до румы сантиметров 10. Тогда под этим сеном влага никуда не уйдет. И первым дождем или первым поливом оно присядет. Начнет при сопротивлении с рыхлой землей, с влажной землей, сено начнет разлагаться. Сено мульча укладывает на влажную землю. Проливаем грядку и потом укрываем мульчу. Иначе смысл мульча должна влагу сохранять. Для того, чтобы влага была, вы полеете для начала. Эта мульча вам сократит частоту полива. Но поливать необходимо, еще раз говорю, открыли в некоторых местах чуть-чуть, подвинули мульчу и ручкой на ощупь. Не надо доводить до того, чтобы земля была сухой. Она должна быть влажной. Как только вы чувствуете, что земля еще рыхлая, она уже влагу потеряла, прямо по мульче. Чем мульча хороша, так вы вынуждены лить под корень, а вся остальная грядка сухая. Или льете по грядке, влага растекается, и вода в одну сторону или в один бок скатывается, а большая часть грядки у вас сухая остается. А когда лежит мульча, поливать по мульче одно удовольствие. Вода пропитывает мульчу и через нее равномерно седает на всю глубину. Проливать надо хорошо, желательно в два приема. Проливили один раз. Как правило, на квадратный метр минимум 10 литров воды выливаете. Пальчиком попробовали. Если там 2-3 см, на всю глубину пальца должно быть, на глубину корней влага должна быть. Вот это называется правильный полив. Там будет 20 литров, допустим, на квадратный метр. Все зависит от того, какая почва. Легкие почвы, более тяжелые почвы и так далее. Но полив обязательно. До самой осени, когда уже природа начнет заботиться о поливе вместо вас. Естественно, перед этим делаем пролив. Чем удобрять? На первом этапе, в течение первых двух недель, очень растениям нужен азот. Очень нужен азот и фосфор. Идеально, конечно, это вот я применяю жидкий коровяк, потому что это комплексно сбалансированного удобрения. Там и азота, и фосфора, и калия, и кальция, и бора, магния, железа, всех элементов достаточно. Более чем. Многие пишут, у нас нет коровяка. Ну, удивительно, конечно, все магазины по всей России эти коровяки продуют в бутылеве 5-литровые, концентрированные. Идут 1 к 10, то есть, с 5-ти литров можно получить 50 литров удобрения. Берите 2-3 килограмма навоза, свежего желательно, навоза, либо помета, куриного, птичьего, овечий, конский навоз. 2-3 килограмма, ну, скажем так, четверть ведра. Заливаете его теплой водой и на солнце выставляете на пару дней. Пусть он перебродит. Обязательно, чтобы перебродило. Когда перебродит, вы это поймете, осядет все. И будет уже такой спокойный жидкость. Эту жидкость сливаете, и вот вам концентрированная 1 к 10 настойка органическая. Там есть все. 1 литр на 10 литров воды и под каждый куст клубники по 1 литру вот этой вот смеси. Ну, если совсем уже никуда, ну, нет органики, бывает, могу поверить в это. Тогда вот вам формула 20-20-20. 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Берите любое удобрение. Не травмофоску, там она идет формулой 16-16-16, ну, что-то близкое. Но обязательно вот такой процент большой должен быть. Азота, фосфора и калия. Это вам удобрение первой фазы, для того, чтобы пошел рост. Но удобрение в жидком виде. А здесь нужно сразу, в первые же дни, чтобы растение в почвенной смеси получало большое количество этого азота, чтобы рост листовой аппарата и корневая наращивалась. Нужен азот и фосфор. Поэтому в жидком виде вы делаете любое минеральное удобрение, содержащее в себе вот такую формулу. 20-20-20, 16-16-16. Вот вроде бы я вам сказал. Но еще раз говорю, чем лучше органическое удобрение, не потому что химия, а это тоже химия. Просто в органических удобрениях, в коровяках, там комплекс, там вся таблица Менделеева. Именно вот этот комплекс сейчас нужен будет растению. А понимаете, что почва у вас после вашего урожайного года, клубника, клубника крайне обедняет почву. Она забирает, высадит оттуда все. Тем более мы там подкармливали куматом калия, который из гумуса подтащил, вытащил все, что там было накоплено. Поэтому имейте это в виду. Возвращайте в землю то, что растение забрало. Масса ягоды, там 500 грамм с куста, сам куст 500 грамм. Вот вам килограмм удобрения вы должны внести. Это простая арифметика. Все задают один и тот же вопрос. Что делать с долгоносиком? Что делать с клещом? Что делать с этим? Что делать с тем? Да ничего не делать, когда идет цветение, плодоношение. Вы и не сможете ничего сделать. Ничто не убьет долгоносика, не отпугнет его от его добычи, если он дожил до момента цветения. Потому что химию применять нельзя, а только химия, химические удобрения, и то не все. Карбофос, фуфанон, нова, это там, где мелатион, 50% его, это то, что гарантированно убивает всю эту нечисть. Только это поможет. Все остальное, там, деготь и так далее, это все, говорится, бабушкин сказки, чтобы вы покупали так называемые что-то действенные средства. Это ничего не поможет. Поэтому, когда речь идет об обеззараживании грядки, обеззараживании кустов накануне, вот весной, сразу после обрезки и осенью, когда уже готовите к уходу в зиму, протравливайте, протравливайте кусты. Ничего страшного не будет. Максимальный срок разложения 60 дней, распада вот этих веществ, содержащихся в карбофосе и фуфаноне. Обязательно подтравливайте. Тогда у вас, если после первой протравки весной что-то случайно осталось, такой догоносик, летом вы его добьете окончательно. А осенью, вы 100% там, ничего от них не останется. У нас ягода вот такая, вы видели, какая. Спрашивают, каким фунгицидом обрабатывать? Да никаким. Никаким. Фунгицид, это, скажем так, лекарства от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. Лекарства. То есть, когда заболела ларсения, впрок, вы же не пьете впрок, чтобы температура не была, аспирин, или чтобы не было там, еще какие-то проблем. Вы же не пьете впрок лекарства. Почему вы должны впрок запитывать? А вдруг не заболеет растение? А вы тут вносите лошадиные дозы фунгицида. Впрок мы ничего не лечим. Мало того, скажу вам, любое заболевание грибковое, это как болезнь рук. Плохо мыли, плохо чистили огород, плохо участок чистили. Если весной выполнять все меры, вот то, что я сейчас говорю, да, по весне, ранней весной, открыли грядку свою, там, если вы прикрывали ее, чтобы для согрева пленкой, открыли, убрали все, вычистили все, протравили от насекомых, вы прикормили перед этим растение, все вычищено. Там нет куда браться. Выпотогенную флору, практически вы не оставили ей места. После листва обрезано, все молоденькое там, ее быть не может. Поэтому, как только появляются первые признаки грибковых заболеваний, это появляется еще до цветения. Вот тогда мы обрабатываем, в зависимости от того, что вы там видели. Но лучше всего однопроцветной бортовской смесью. Долго держится, две недели как минимум. И, во-вторых, медные ионы, они убивают все, убивают любое грибковое тело. Не бойтесь за почву. Вы же не брызгаете там, так, чтобы промокало все. А то, что там в результате пыли упадет, это смехотворный процент. Поэтому, а если до цветения грибок не проявился, так его там и нет, его там и не будет. Поэтому впрок мы ничего не лечим. Как не лечим себя, не дай бог, от того-то, от того-то, от того-то, от тяжелых заболеваний, так и растений не надо лечить впрок. Вот эти рекомендации мои, это не рекомендации, это единственный путь, естественный путь к получению максимальных урожаев без всяческих затрат. Вот сделайте вот только эти все пункты, и вспомните, и вы не будете ни о чем волноваться. У вас будет здоровый кус мощной корневой системы, здоровой листвой, которая обеспечит мощное соцветие, чтобы вы понимали, как я уже говорил, листвы, листвы за сезон у клубники две. Одна весенняя, которая выходит вместе с цветоносами и обеспечивает их питание. Другая летняя, которая помогает закладыванию корневой системы и способствует закладыванию цветовых почек, росту этих рожков, кружаев в следующем году. И это лесо тоже выполняет свою функцию, вы ее весной благополучие срезаете. Все остальное там сказки венского леса про фотосинтез, что она еще здорова, она выполняет функции, никуда она уже ничего не выполняет. Все те соцветия, которым эта лесо должна была отдать, вы их уже благополучие собрали, скушали, удалили. А под новые растут новые листочки, дайте им дорогу. Вот, собственно говоря, весь наш разговор. Через неделю, через две, я не знаю, как это закончится, у нас затяжной сбор, мы благополучно закрыли первую смену нашего пионерского лагеря, джентльменов удачи, джентльменов на даче. Они полакомились, весь сезон этой ягодой повезло им. Такую же часть ягод мы наварили варенье, хороших, мы варим пяти минутки, ягодки целенькие, не развариваются, и между ними такой не слишком тяжелый сироп, он получает, как конфитюр. Очень вкусная клубничка получается, чего и вам желаем. Ну, собственно говоря, вот на этом, наверное, все. Почему я вышел раньше времени с этим обзором? Потому что у нас еще сбор, а где-то уже люди благополучно обрезали и забыли, что сбор уже был клубники. Поэтому я вдогонку напоминание о том, что нужно делать и что предстоит делать тем, кто живет в нашей кайометической зоне и еще в севере. Вот вам рекомендации. Полный обзор с непосредственным «Делая как я» это наше видео номер 24, ссылку я на него в описании прикреплю. Смотрите там все подробно, все, что я говорил сейчас, но я сейчас запомнил в том числе ответами на ваши вопросы. Поэтому этот ролик тоже очень важный и очень нужен. До свидания. Ну и по нашей традиции музыкальный сюрприз куда без него. Всем хорошего дня. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok